Всем привет, дорогие друзья! С вами Антон Щейз, и сегодня мы сыграем супер-мега-важный матч Россия-Португалия, да. Но сначала мы зайдем, так сказать, в галерею, чтобы просветиться интеллектуально. Давайте зайдем в список прозвищ, так сказать, чтобы узнать, как же нас величают в этой прекрасной игре. ПЕС-2013. Так. Что, блядь, блоха? Ласковый великан? Китаец? Вы серьезно, блядь? То есть за то, что я выиграл в карьере один матч, меня назвали ласковый великан? Это, блядь, где логика у этих японцев? Они совсем что ли там уже обкурились? Ласковый, блядь, великан? Что это такое-то? Чем они мотивировали это название, ласковый великан? Я не удивлюсь, если там пониже будет прозвище по типу, там, похотливый верблюд, не знаю, там, нервный бабуин. Ласковый, блядь, великан. Какой? Где связь, ребята? У меня только один вопрос. Что за хуйня? Давайте смотрим дальше-ка. На самом деле мне страшно, что там дальше, но давайте все-таки посмотрим, блядь. Вововум тоже не легче. Конь, блядь, сувка, конь. Ай, конь. Вундеркинт, ну это что? Валийский, блядь, волшебник? Что? Какой валийский волшебник? Что за бред? Причем тут валийский волшебник? Удар пятки из... Абботино. Как-то даже обидно звучит на самом деле, Абботино. Монстр Бизон, Эль Пила, да что, блядь, творится в этом мире? И все, видимо, на этом закончилось. Блядь, какая логика. Я бы не удивился бы, если бы эти японцы были главой FIFA, они бы золотой мяч, вместо золотой мяч, назвали бы, не знаю, там, не знаю, там, рот червяка, например. Там Месси получает рот червяка. Ну, где, блядь, логика, то есть... То есть, за победу в матче меня назвали ласковым великаном. Просто жопа, короче. Рот червяка, блядь, ладно. Я в шоке, ребята, если сейчас у меня других эмоций нет. Просто так, Лига Чемпионов, так, турнир, вот турнир. Так, загрузить Евро, само собой. Как все это патриотично звучит, так. Следующий матч, давайте посмотрим, кто играет в параллельно матч. Я, если честно, не помню. Так, следение о турнире. Ага. Так. В параллельно матч играет Испания и Англия. Ну, мне кажется, само собой, понятно, что... С Испанией нам, скорее всего, придется играть турнир в финале. Блядь, какой-то кубок странный, какой-то некрасивый мне он не нравится. Напоминает мне ласкового великана, блядь. Ладно, так. Регламент, хуя метод, нам не надо. Так. Что ж, заходим сразу в план игры. И ставим свою мега-супер-тактику. Все знают, что тактика это мой конек. Так, мне кажется, нет. Поставим Дзюбу потом в конце матча такого свеженького выпустим, а пусть топчет огромный Дзюба. Так, Самедов, Дзага сюда чутка, правильно. Я думаю, вам очень интересно смотреть, как я расставляю, блядь, этих колобков ебаных по полю Ещенко, Анюков. Блядь, какой-то ты слишком круглый на фотке. Точнее, на... Блядь, Игнашевич страшен-то, пиздец. Березуцкий-то не лучше, конечно. Конечно, вот Игорек Икинфеев просто няша. Так, Камбарова. Может быть, Камбарова поставить, я не знаю. Ну-ка. О, да, поставлю-ка я лучше Камбарова вместо Ещенко, потому что у Камбарова и стамина на месте. Так, а Широкова может тоже заменить? Так, на кого бы, на кого? Давай что-либо Глушака выпустим, в принципе. О, да, в порядке, в порядке, все хорошо. Значит, а Анюкова можно заменить так? Нет, Алексей Березуцкий очень медленный, мне кажется, да? Ну, с таким-то лицом, мне кажется, вообще-то... Только и бегать по туалетам и орать занято. Так, что ж, жмем разыграть. Блядь, ребята, полуфинал вообще. Я прям как чувствую себя, блядь, не хуже, чем Гус Хиггинг. Стадион Канами, похер. Таких стадионов не бывает, само собой. Так, 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 седовласый судья, это меня уже волнует. То есть, почему наш матч будет судить какой-то, блядь, седой дед? Если он умрет в минуте на десятой от того, что он совершит рывок. Так, кто-то там за жопу себя хватает. Что ж, гимны команд сейчас будут. Какой малополигональный флаг у Португалии, видимо, денег мало такой. Мы сборная Португалии, и у нас есть только Роналду. А остальные парни просто играют в футбол в свое удовольствие. Так, какой-то аж кет нападающий, по-моему. Не помню, как его зовут, Алмейда, что ли. Так, Маутинию я вижу, и хуй, Патрисио. Как же ты лажанулся с матча с Израилем, чувачок. А вот Роналду, конечно же. Надеюсь, он выведет сборную на чемпионат мира по футболу, потому что без него чемпионат мира по футболу будет ебаным говном. Но я говорю вам объективно. Что ж, что ж, португальцы разводят мяч, но нам похер, мы сборная России, мы геройски дернули Германию в прошлом матче, и так что, я думаю, после этого я вообще никого не боюсь. Что ж, Куштодио, кто ты такой, откуда ты вылез, Куштодио? Кто это, ребята, скажите мне? Я, естественно говоря, первый раз такое слышал, конечно, но что он из себя представляет? Какой перехват-то, слушайте, солидно-солидно Березуцкий перехватил. Ну что ж ты так, киржачочек-то, как ты мог-то в офсадик-то залететь-то, блин? Не вовремя ты, так сказать, вынул себя из офсайда. Смотри, с женой вовремя вынимай. Роналду, блядь, смотрите, Анюков-то как обставил-то Роналду, этого зазнавшегося, крутого, типа, чувачка, так, Глушаков. Мы так хитро на фланг. Сейчас, 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 вот момент, чем может быть. Камбаров догоняй и входи в штрафную. Все будет чики-пуки, просто молодец, Димочка, или Кирюша, скорее всего, Димочка. Можно и пробить, бьет. Ну, знаете, для первой атаки довольно-таки неплохо, что ж тут подхватывает Гнашевич. На Глушака, блядь, передача полное говно получилась, а вот Жао Матини тоже довольно-таки неплохой игрок, но, тем не менее, не самого звездного уровня. Вообще, Португалия, мне кажется, без Роналду вообще будет просто сосать пиписки. И то, что она херово выступает в отборочном этапе, точнее, уже выступила, это, мне кажется, все-таки показатель того, что Роналду как-то уже особо-то за сборную и не бьется. Ну, это лично мое мнение, а может быть, вы думаете по-другому. Мне похер. Так, молодец, Денисов красавец просто. Видим, что по первым минутам мы прям притсингуем этих португалов, и вот Кижаков еще один момент будет, скорее всего. Нет, смотрите, Роланду. Так, хитро. Блядь, Роланду, видимо, хотел закосить под Рон... Нихуя себе там Роналду убирает меня просто прям. Ёл, еще одного убрал. Суки. Ну-ка, ну-ка по ногам ему. Паштига, да, это Паштига, это не Алмейда. Алмейда такой высокий чувачок, похожий на турка. Да, метр девяносто он, по-моему. Я помню, когда играл за Португалию, любил его выпускать на последние минуты матча, то есть так, играть на него навесами. Так, но теперь я не играю в песку. Сука! Перехватил мой мяч, хоть ты и не Шмельцер. Кто смотрел прошлый выпуск с Европой, помнит, чем знаменит так Шмельцер, так Роналду. Блядь, Роналду нифига там выдает, но тем не менее, Алешенька Березуцкий там тоже не дурачок, он такой знает, где и куда надо тыкнуть этому Роналду, чтобы он знал. Блядь, опять переход. Что-то прям такая, пока что игра идет плотненькая, такая в центре поля. Но пока игра такая идет плотненькая, не особо интересно, я вам расскажу такую мою... мою историю, мое предположение в свете последних событий в России. То есть все помнят этого Зейналова, который убил русского чувачка, потом были какие-то волнения в Бирюлево, где разъебали почему-то пол района, не знаю, зачем они это сделали. Ну ладно, поймали этого Зейналова, да, он убийца, это плохо, ну забивай! Ну-ну-ну! Блядь, Самедов какой-то апатичный был в этот момент, ладно, хуй, Патрисио, давай, посой на меня, ты ж умеешь. Блядь, видимо, научился, видимо, после матча ему по жопе надавали. Ладно, вот, что я говорил-то. Вот, поймали этого Зейналова, но нахера его было, блядь, прямо в кабинет к нашему министру МВД приводить? Это что, блядь, за бред? Что, министру вообще делать нехер, кроме как, не знаю, смотреть в глаза преступникам? Причем видео так и называется, типа, бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля, красавец Денисов. Вот, видео так и называется, то есть министр МВД России, блядь, всей России смотрит в глаза Зейналова, убийцы. Он же, блядь, просто убийца, который убил человека. Да, это плохо. Господи, боже мой, что он его убил? Такое бывает. То есть люди друг друга режут, само собой. Ну что теперь, давайте каждого убийцу, каждого преступника вводить к министру, блядь, чтобы он смотрел, блядь, причем, так он на него посмотрел, мне кажется, что этот министр реально верит, что у него какой-то взгляд чудодейственный. То есть сейчас он такой думает, сейчас я посмотрю на этого чувачка, и он станет добрым и законопослушным гражданином. Что, блядь, за бред? Зачем? На вертолете его привезли. Что за херня? Это в какой... Я вот все больше смотрю это видео, несколько раз его пересматриваю, все больше убеждался, что мы живем в стране, в которой управляют полные дебилы. Мне кажется, что скоро, может быть, через полгодика, допустим, я просто предполагаю, поймает какой-нибудь там ФСБ, какого-нибудь супер-мега-крутого террориста, невъебательского, и, не знаю, лично, блядь, к Путину его в Кремль привезут на подводной лодке, и Путин такой выходит, не знаю, там, с ремнем таким армейским, и по жопе этому террористу на всю Россию по телеку, то есть, на-на-на-на-на, получай по жопе злобный террорист, он, больше не взрывай, больше не взрывай, а террорист такой, да-да-да-да, Володя, я больше не буду, и такой Путин говорит, вот, видите, ребята, весь мир видит, как я борюсь с терроризмом, блядь, полный бред, просто бредятина, тем временем, Кокорин с мечом, блядь, ну, я поражаюсь, в какой стране мы живем, насколько же это была вонючая, никчемная показуха, тем не менее, Саметов, неплохо, неплохо, Сашенька, давай, ну, 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 блядь, некому на добивание было попасть, все помнят, что после матча с Азербайджаном, Самедов, по-моему, с этим, с кем там, с Садыговым, с капитаном команды, немного там у них, ну, 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 родимый, блядь, не родимый ты мне, нихуя, так сказать, не брат ты мне, гнида, белобрысый, Глушаков, вот, все помнят, что после матча с Азербайджаном, был такой конфликт между Садыговым, по-моему, да, и, ну, там же пенальти был, блядь, как опасно ты пробил, вот, сука, мне мешайте вы, нахер на вы там футболу играете, я тут мысль хочу сказать важную, вот, после матча с Азербайджаном, я повторяюсь, был такой конфликт между Садыговым и Самедовым, то есть, и, видимо, там Садыгов сказал, что, типа, если бы ми там были не на футбольном поле, я бы тебя зарезал, брат, не знаю, почему этот конфликт был, видимо, Азербайджан бомбит от того, что, более-менее талантливый игрок Аксамедов выбрал Россию, а не Азербайджан, то есть, ну, мне кажется, это логичный выбор, то есть, почему-то Глушаков не напоминает, какого-то, не знаю, жертву, блядь, каких-то, научных экспериментов, то есть, не знаю, какой-то он худой какой-то, не знаю, блядь, знаете, почему Бруну Алвеш не забил, потому что он покинул Зенит, вот, это Орлов стайл, Акинфеев вводит мяч на Березуцкого, все отлично у нас, так, Васенька или Алешенька, я не знаю, я вас не различаю, если честно, в карьере за футбол-менеджер, я играю за ЦСКА, там у меня уже 2017 год, и Алеша Березуцкий сидит на скамейке, вот, поэтому я к Василию как-то получше отношусь, сука, сука, хорош, прям, знаете, сегодня наши в отборе играют довольно-таки неплохо, я так подметил это, так, с мячом, Дзага, вот, моментище мог быть, Жао Матини перехватывает, да и опять атака Хугавиана, вообще, Хугавиан еще жив, я помню еще, как давно он играл за Валенсию, вроде какой-то талантливый чувачок был, и как-то пропал он, знаете, я бы на месте Португалии, выпустил бы Куарежму в перерыве, потому что Куарежма, хоть он и ленивый, как я, но, тем не менее, он очень техничен, и довольно-таки прикольно выглядит, то есть, весь такой в татухах, блядь, знаете, где Мейерилиш, как вопрос о татухах, и прикольном выглядящем, где Мейерилиш, блядь, я не понимаю, почему какого-то Куштодио, и Хугавиан на поле, а Мейерилиша нету, блядь, очень странно, так, вот неплохие финты, нихуя себе там, блядь, Рикардо Коштова, по-моему, это чувачок из Валенсии, вроде, да, если я не ошибаюсь, да, из Валенсии, то есть, я помню такого парня, навес в свою штрафную, блядь, это очень странное было, как это действие, Роналла, блядь, иди с мяча, считаешь, я начинаю нервничать, тут временем на они, нихуя себе, там какой-то, какой-то он, гудаперчивый мальчик, подкат, фух, чуть пенальти не привез, как знал, как знал, они не забили, блядь, и кто забил, бревно, которое проебало свою карьеру, Хелдер Паштига, который мог быть талантливым, нападающим, вместо этого он стал, довольно-таки, посредственностью, сука, блядь, взял и забил, но бывает, помню, что в матче с Германией мы проигрывали 2-0, ну, нихуя себе, видимо, Паштигу задели мои слова про то, что он посредственность, посредственностью, он, блядь, что-то начинает мутить, какие-то непонятные мутки, блядь, блядь, только не дубль, о, боже мой, боже, боже мой, боже твой, хотя я к Богу отношусь не критически, а, так сказать, с сомнением, то есть я гностик, блядь, да что ж, нет, 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 блядь, что ж, что такое, мама, опять Пашти веду, пиздец, что это сейчас было, я не понимаю, что это сейчас было, ребята, что сейчас в обороне было, Акин Феев, почему ты лег на пузо, вместо того, чтобы нормально отбивать мяч, короче, говно, ребята, говнище, думаешь, что, ну, само собой, свисток сразу же, блядь, сука, блядь, я разозлен, ребят, я очень разозлен, я очень яростен, и мне кажется, второго камбэка подряд, я не смогу исполнить, тем временем, в других матчах, что происходит, ну, само собой, Испания дерет Англию, так, блядь, я забыл, 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 тактику поменять, вот, так, план игры, Киракова с поля, Дзюбу, да, попытаемся что-нибудь сообразить, так, Самедова тоже поменяем, пожалуй, да, но, хотя у Самедова неплохая стамина и настроение, но, пошел все равно к черту, что ж, с Богом, начинаем второй тайм, блядь, второй тайм, я сказал, начинаем, что-то меня не слышали, сейчас тупой комп, так, с мячом, какой-то белобрысый парень, видимо, Глушаков, и огромный парень, видимо, Дзюба, так, Глушак на фланг, сразу отпасовываем, да, Анюков, на Быстрова, так, блядь, Володя, что за хуйня, так, Анюков, хорош, хороший перехватик, такой мужицкий у меня получился, и потери, да ебаный, что ж, Маутиньо, Маутиньо, дайте мне, блядь, этого, какого, звать, паштигу, я хочу его разрезать на паштеты, блядь, что-то наши в обороне начали проваливаться, вот я, честно говоря, не знаю, что это сейчас было, что за пасы, вот момент может быть, моментище, моментищеще, молодец, молодец, Дзюба, и давай на Кокорин, он там свободен один практически, бей, Сашка, мне кажется, это был удар говно, Руи Патрисио, вводит мяч на фланг, не все-таки Португалия довольно-таки странная команда, которая практически всегда еле-еле выходит на турниры, такие серьезные, там, на чемпионат мира они вышли, нет, не на чемпионат мира, на евро, последние они вышли через стыки, блядь, там, с Черногорией, по-моему, или с чем-то еще, блядь, там, а там вышли в полуфинал, то есть довольно-таки уверен, то есть, такая странная команда, которая, видимо, умеет, в отличие от нашей команды, собираться в нужный момент, тем временем, Кенфеев с мячом, сука, атаковать надо, атаковать надо, вот, давай, давай, Загоев, давай, сын, горы, или там, или дочь, равни, по херу, главный атакуй, Быстров, хорош, надзюбуса, вот, как Оринджи вообще абсолютно один, надо, 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 ну, Артемка, ну, почему, у тебя же нога, блядь, длиннее, чем этот португалец весь, как ты мог, так неграмотно ее подставить, мне кажется, надо помять Игнашевича, потому что у него уже желтое есть, то есть, если он еще раз на кого-то набыкует, блядь, с кем-то будут у него терки какие-то нездоровые, то есть, мы, скорее всего, уже его не увидим никогда на поле, на этом Евро точно, вот, вот, давай, давай, родимый, ну, ну, что, что за кривоногие ему, да, сраки, что такое, меняем Игнашевича, ну, что, я подустал, на Алешку поменяем его, давай, и давайте Ященко выпустим на фон, а, уже все, уже замены кончились, блядь, сука, все против нас сегодня, о, хорош, ты Игнашевич подкатился, как здорово, прям, как телочки, хотя как, откуда я знаю, как подказывают к телочке, я-то, одинокий человек по жизни, с мечом, кто это, кто это, кто это, кто это, зюбавляй, пас, говно, молодец, Артемка, молодец, после матча я заставлю тебя покушать, дошираков за такое, пачек 10, чтоб ты знал, на низ, с мечом ходишь, штрапну, все очень прозвано, фу, кто-то там подставил часть своего тела, уголок своей залубки, и все стало хорошо, глушаков с мечом, на фланг, кто там, кто там, блядь, там не Ященко, к сожалению, был бы там Ященко, было бы поинтереснее, то есть, свеженький чувачок, так, на Бестрова, давай, Володя, Володя, вот, блядь, кошта, нихера себе там, защитник такой, довольно-таки неплохой краек, то есть, я о нем особо-то не слышал, то есть, значит, сборная Португая, там, по сути, то знают все, кто Ронал, само собой, там, Нани, Мау, Тиньо, да, по сути, то, в принципе, ничего, ну, ПП, там, Бруно Алвиш, а так, как-то особо, звездных игроков нет, Хуга Вианов, кто он такой, мне кажется, по уровню своей игры, он, не звезда далеко, довольно-таки, середнячок, с мячом Денисов, бей, ёпта, хуй нам терять-то, нет, все-таки, надо было поинтереснее, что-то сделать, потому что Денисов удар, вообще не удался, он прям в ручонке, этому Патрисию дал, а вот Роналу, сегодня незаметно, мне кажется, возможно, он экономит свои силенки, для финала, и для, для, жаркой ночи, соединенной шейк, чтобы, так сказать, ее отшейкерить по полной, вот, 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 опять Кокорин свободен, видимо, что Жао Перерри на фланге, проваливается конкретно, ну, Дзюба, ну, что такое, блять, остается играть 15 минут, господи, 15 минут, чтобы мы выиграли этот долбанный мяч, хотя бы свели его к ничьей, давай, давай, Зага, господи, ну, где поддержка-то, елки-полки, опять Куштодио, португальцы начинают нас, так сказать, вязать, под белые рученьки, так сказать, и все, ах, ребятки, ребятки, кто бы мог подумать, что еще сейчас, да, жми его нахуй, молодец, Акинфеев, молодец, хотя хули толку, что ты молодец, на самом деле, один хер проебываем, Хугувиана, вот, ну, в целом, мы, даже, несмотря на поражение, вам скажем, мы смотрелись довольно-таки достойно, о-о-о-о, блядь, оборон, это сколько я сейчас, бидон, волокордина, блядь, выпью, прежде чем этот матч закончится, мне кажется, потому что, ну, как так можно играть в обороне, я просто не понимаю, то есть, вообще, мне кажется, быть тренером, это такая жопа, то есть, я даже, когда играю, например, в футбол менеджера, там офсайт мог бы быть, если бы дал бы на быстрого, вот, когда играю в футбол менеджера, и моя команда начнет проигрывать какой-то глупый матч, что-есть, там с каким-нибудь амкаром, там, блядь, еще с китухой той, ну, не в обиду просто, я про уровень команд разный, вот, и начинает проигрывать, я так злюсь, просто пиздец, ну, а тут, ну, ну, молодец, ну, а каково это, когда это вживу, я просто, мне кажется, был бы я тренером, я бы давно уже посидел бы свои 26 лет, пизжу, мне не 26, мне 43, с мячом, кто это, 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 отзюба, глубоко отходишь, ну, ахуле толку, Артемка обводит Нани, хорош, а что толку, так, 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 ну, Быстров, ну, давай попробуем, хочешь что-нибудь сделать в этом матче, хочешь, ну, ААААААААBack как ты не попал, выкидыш, вонючий, горилый, как можно было не попасть в этой ситуации, хотя бы в створ, хотя бы в створ, боже мой, Сраный Бибер Руй Патрисио Выходит на поле какой-то Лопес Но нам уже похер, если честно, стоит играть 2 минуты И Нельсен Оливейро Выходит тоже на поле вместо Жоау Матиньо Ну, как-то мне это не особо радует Да, к сожалению, мы сегодня Констатируем Наше поражение Но тем не менее, ребят, тем не менее Я, так сказать, повторил путь Гуса Хидинка, так сказать, в 2008 году То есть добился точно таких же результатов Я вылетел в полуфинале Да Короче, называйте меня теперь Гусем А не Антоном Чейзом Вот, с мечом, кто это? Анюков, ахер ли толку Хотя бы один бы забили Было бы, ну, все, поражение, короче Поражение, ребята, пораженнице Довольно-таки обидно, что ж Видим, что по статистике в целом Мы выглядели достойно, то есть 9 ударов 7 в створ, владение мечом у нас тоже Побольше Да Но, это футбол, все бывает Всем удачи, всем пока С вами был Антон Чейз Давайте посмотрим, что случится в других матчах И вообще, как закончится турнир Если, блядь, выиграла Испания Я не удивлюсь вообще Ну да, Испания выходит в финал А в финале у нас что? Сохранение Это не очень интересно Так Что, блядь? Мать за третье место? Мать за третье место? Ну, нихуя себе, чуваки Так что будет еще одна серия, я думаю Если вы захотите этого сами по себе Короче, всем удачи, всем пока Возможно будет матч за третье место Хотя это вроде на Евро же не разыгрывается Мать за третье место Ну, я в шоке, короче До свидания